В своем сердце, да. Потому что когда мы открыты для Бога, Бог делает много. Как говорится, можно даже с письмом от Бога и власти прийти. Как то, си казва, что можем с письмом от Господа да утидем и при властите. И поэтому мое слово к причастию, немножко подумаем, а что такое причастие? И тема этого небольшого слова, на 10 минут примерно, А к чему я причастен? Вообще, что такое причастие? Кто знает? Слушаюсь, какое причастие, только в телу, к кое знает. Что такое слово причастие? Какого значит думать о причастии? Когда говорили причастие, мне сразу с русского языка. Куда указывают причастие? Видно, русские, если знаешь, там за дей причастие. То есть причастие это присоединение к чему-либо. То есть соединение со сне что? Становлением частью. Чего там? И да станешь часть от нечто. То есть очень много, можно сказать, кто к чему причастен. То есть много неща можем да кажем, кой към какво е причастен. И я скажу так, что Бог прикладывает людей, если мы... И мога да кажа, че Господь не дава хора, Если мы делаем Его дело, Ако ние вършем Неговото дело, И на самом деле, чтобы делать Божие дело, И всичко заправим Божието дело, Нам важно иметь открытое сердце. Не важно, да имаме отворено сердце. Чтобы слышать, а что хочет Бог сегодня? И всичко Бог днес. Завтра. Утре. В моей жизни. В мой живот. А что Он хочет через год? Как войск след времени. И, конечно, все мы знаем слово от Матфея, 26 глава. И разбираться, все что знаем Матея, 26 глава. С 26 по 28 стих. От 2 и 6 стих. Когда Иисус говорил о причастии, Когда Он преломлял хлеб. Когато Иисус Христос говорит за причастие ту. И когда они ели, Иисус взял хлеб, И благословив, преломив, И раздавая ученикам, сказал, Примите, едите сие, есть тело мое. И взяв чашу, и благодарив, подал им, и сказал, Пейте из нее все, Ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, За многое изливаемое восстановление грехов. Мы все это слово прекрасно знаем. Всички знаем прекрасно два слова. Но я хочу помыслить над словом, Которое писал Павел, 1 Коринфянам. Маче бы их искал, да помыслим и над словом, Което пишет апостол Павел в 1 Коринфянаме. В 11 главе. С 23 по 32 стих. От 23 до 32 стих. Он очень интересно говорит и раскрывает. То и много интересного, раскрывает причастие эту. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, И, возблагодарив, преломил и сказал, Примите, едите сие, есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери. И сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господнюю недостойно, Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, Не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осуждены с миром. Небольшое слово, но оно очень емкое. Вот давайте подумаем, что такое причастие и как мы его понимаем. Какая первая ассоциация, вот когда мы приходим в церковь, сегодня будет причастие? Какая первая ассоциация, когда мы приходим в церковь и не показываем, что мы сегодня будем причастие? Как вы себе представите? Кто что представляет? Мы представляем церковь, хлеб, чаша, кровь, тело Христа, какие еще ассоциации? Какие другие ассоциации? Искупление, страдания. Но давайте посмотрим о той стороне, что причастие... Но не к определенным, вот та здесь страна, чьи причастие, то... Вот именно слово причастие, что оно говорит? Дума-то причастие как показывает. Как? Общность. Общность. То есть, что касается причастный. Как вот значит причастен? Это непосредственное отношение, касательство кого-либо, чему-либо. И докосование на нечто, на някого к нечто. Вот Аня сейчас причастна. Сега Аня причастна к проповеде. Она переводит на болгарский язык. Я переведу на болгарский язык. И то есть причастность, это вовлеченность кого-либо во что-либо. Значит, если говорить о причастии, то мы должны простым языком... Как говорим за причастие, то сослезть не думай. ...к чему-то причастны. То есть, смотрите, когда в мире проходит какое-то событие, ну, часто показывают криминальные события. Часто показывают некого события, она часто показывает криминальные события. А что делает, к примеру, полицейский, когда заполняет какое-то дело? То есть, он говорит, что есть такой-то человек, он сотворил такое-то, он причастен к этому преступлению. Мы, конечно, преступление не правили. Также они пишут тех, что есть свидетели. Такие-то, они причастны тоже к этому делу. И также есть пострадавшие, которые тоже причастны. По слышу, значит, те говорят, чьи мы пострадали, кто-то слышит, что сопричастны. А вот вопрос, насколько мы есть прямые причастники, и вопроса, доколку не смея пряки причастницы, воли Божьей и работы Бога на земле. Кам Божия эта воля и работа Тому тук на земята. На месте, где мы работаем. На месте, где мы живем. На месте, где мы просто даже путешествуем, ходим в магазин, гуляем. На месте, где мы путешествуем или даже просто ходим до магазина, или с расхождами. Насколько мы причастны. Насколько мы полноценные причастники к работе Бога. Потому что мы можем знать Бога, но не быть причастными. И на самом деле, когда приходит время причастия, это время, когда нам очень важно задуматься. А насколько я причастен? И к чему я причастен? Вообще, что для меня причастие? Изначально, когда приходишь в церковь, думаешь, ну причастие, ну принял. Но на самом деле, это более трепетное отношение. Когда принимаю причастие, это время, когда я обновляю связь с Богом. Это означает, что это время, когда я обновляю связь с Господом. Я переоценю жертву Иисуса Христа за меня. Я обновляю себе мысли. Обновляю мысли за то, что Бог движется со мной через меня. Обновляю мысли за то, что Господь движется заодно с меня или через меня. И что, как бы ни было трудно, мне все равно важно держаться Бога. И держать сердце открыто. Если говорить простым языком, то для меня причастие... Это вот знаете, как индикатор. Как лакмусовая бумажка. Индикатор. Какая бумажка? Лакмусовая. Не знаешь, такая? Ну, индикатор. Хартийка от лакмус. Лакмусная бумажка, это когда в какую-то жидкость... Она знает. Она знает. И поэтому мы всегда можем проверить, а где я... Из-за того, иногда можем да проверим, когда я... Что со мной? Какво си случилось с мен? С Богом ли я? Дали сам с Господ? Когда начинается причастие, что ставится на стол? Ставится хлеб. Ставится хлеб. Но вино, оно говорится больше чаша. Вино или, казвами, чаша. Потому что мы знаем, что когда сложат служение, это были серебряные чаши, наполненные... Во служении тут у вас убили сребряные чаши, полные со свину. А давайте вот подумаем. А если мы что-то уберем? И некази помыслим, а кумахнем нечто, это нечто? Вот, допустим, оставим только чашу, большая, серебряная, красивая. А кумахнем саму чашу-то, гуляма, серебряная и красивая. Это будет причастие. Твоя дальнейшая причастие. То есть мы понимаем, это не причастие. Не разбираем чутывание причастия. А если мы сделаем наоборот, оставим хлеб... А понаправим уратниту, запазим саму хлеба. Но нету чаши. Обаче, я не ама чаши-то. То есть о чем я говорю, что... Искам докажа. Должно быть вместе. Читва трява да варвизай одну. А вообще вот хочу помыслить по поводу хлеба. Искам доси помыслим за хлеба. Вот что такое хлеб символизирует? Какво символизирует хлеба? Конечно, мы знаем, что хлеб — это символ тела Христа. Разбирайся, знаем, че хлеба — символа на телу Христову. Но как мы можем еще подумать? Обаче, как можем доси помыслить, можете. Кого он назвал Иисус телом? Кого он наричал Иисус телу? Он назвал церковь. То и наричал церковь-то телу. И, конечно, хлеб может символизировать наше единство. Это единство христиан. Единство то на христианите. И также единство наше с Богом. Слышно така, наше единство с Господа. Вот давайте подумаем, как делается хлеб. Нека си помыслим, как си прави хлеба. Вот со стороны производства, да, если смотреть. А кой погледнем от стороны на производството? Это действительно большая работа. Это мы пришли в магазин и купили хлеб. Разбирался много голяма работа. Не самоутилами, да купим хлеба в магазина. То есть это определенные процессы сияния зерна. Взращивание, сбора. На неговото изграждане. Это очень много человеческих сил затрачено, чтобы сделать хлеб. Это много человеческих сил, которые полагают, чтобы придобить този хлеб. И на самом деле, что сделал Господь? Как в Слышном, с какого прави Господь? Для того, чтобы сделать тело. За направи телото. Он сделал большую работу. Той извършил много голяма работа. Он собрал нас воедино. Той не собирал в видно. А мыл, очистил. Умивание и непречиство. И назвал нас своей церковью. И не наличив свою церковь. А что может символизировать чаша? По какому можно символизировать чаша-то? Конечно, в Слове мы читаем, где Иисус говорит. В Слове мы читаем, Иисус сказал. Что чаша — это кровь моя Нового Завета. Чаша — это кровь на Новый Завет. То есть, творите, когда только будете пить моё воспоминание. Так говорит Иисус. С чем мы можем асоциировать слово «сimdiать»? С какого можем да асоциировать дума та... Ой. Проговорился. Пить. Да пием. С чем мы можем асоциировать пить? С какого можем да асоциировать спи? Пием может да го асоциировать с правим. То есть, если посмотреть, то чаша может символизировать как наше служение с Господом. Да, это кровь, которая проливается за Господа. Даже когда сегодня говорили, что в своем Отечестве пророков нет. И когда вы все равно проповедуете своим близким, своей жизнью, своим делом. Вы же тоже проливаете кровь, страдая за Христа. И то есть, это определенная жертва, которая идет с Господом. И я считаю, что это не только служение в самой церкви. Как я говорил, что это служение может быть и вне. Да, где-то мы живем, где-то мы работаем. Куда-то живем некогда или работаем. Везде можно помолиться. А всякаде можем, если помолим. Бог являет чудеса. И Господь являет вас в эти чудеса. Но Он делает это тогда, когда мы послушны Богу. И на самом деле, очень важно в служении, опять же, я говорю, слышать Бога в сердце. Чтобы понимать, а что же Он хочет. Давайте подумаем, есть две такие интересные ситуации. Они тоже встречаются, к сожалению, в церкви, потому что мы все неидеальны. Но Бог работает всегда над нашими сердцами. Вот, допустим, бывает такое, что человек взял хлеб. То есть хлеб – это что? То есть это единство в церкви, да? То есть человек в церкви един. То есть человек в церкви един. Он здесь христианин, он, как говорят, сверхдуховный может быть. Кто христианин, то есть сверхдуховный. Но когда Бог говорит, поедь туда, или сходи туда, скажи, сделай это или это, то человек говорит, извини, Господь, я очень стар, я не могу. Я не могу тебе служить. Причастие ли это? С одной стороны, да, я в церкви. Но с другой стороны, я не делаю. Есть и другой пример. Бывают горячие люди, которые говорят, что ради тебя, Господь, я готов на все. Я поеду в Африку. Я поеду в Ново-Зеландия. Я буду служить бедным. Но только не с этим братом или сестрой. Понимаете, о чем я? Разбираете ли за какво говори? Человек выбрал чашу. Че човек избира чашата. Но нету хлеба. Обаче го няма хляба. Нету единство. Няма единството. И это, конечно, тема не в осуждение. И това не е тема за осуждение. Это больше примера для того, чтобы мы подумали. Това са примери, за да си помислим. Являемся мы причастными к Иисусу Христу. Его телу, его крови. Насколько мы честны перед собой, с Богом. И моя большая просьба не ассоциировать причастие только с Церковью. Потому что у Бога много полей засеяных. Их нужно жать. Для меня... Ну, причастие, понятно, это обряд. И причастие-то разбираемся и като обряд. Но нужно к нему относиться как это символы, которые нам оставил Иисус Христос. Обаче трябва да се относиме к Него, като символите, които не оставил Иисус Христос. Не просто там какой-то знак где-то, ну, как это, начертан. Не просто като некаков знак, какой-то начертан. То, что когда мы принимаем эти символы, когато приемем тези символи, мы обновляемся внутри. Ни обновляваме отвытре. Мы понимаем, что мы прощены. И разбираме, че сме прощени. Не я прощен. Не, аз съм прощен, а пак той не е прощен. А мы прощены. Пак не и сме прощени. В единството. Что мы омыты все крови Иисуса Христа. Че ни всичките сме умити с Неговата кръв. А это значит, что мы имеем ту же силу, что имел Иисус Христос. И това значит, че ни имаме срещата сила, която имел Иисус Христос. И мы имеем служение с Богом. И имаме служението с Богом. И каждый раз, когда нам плохо, и всякий путь, когато не е лошо, и иногда мы чувствуем, что там враг нас подстрелил, стрелой. И мы чувствуем, что наш враг не очакивает стрели. Когда эмоции зашкаливают. Бывает же такое у каждого. Когда эмоции эти не за почва доскачат. Что нужно делать? Какое требует направить? Самое простое действие. Най-простое действие. Собраться с верующими. Да се соберем со сверващити. Открыть это все. Да утворим всичко това. И сделать причастие. И да направим причастие. Обновить себя, как в мышлении. Да. Си обновим мисленето. Так и в сердце. И сердцето си. Я скажу, что даже у нас бывает такое, что в семье мы видим какие-то неполадки. Даже и при нас, понякога в семейството си, виждаме някакви проблеми. И хорошо, что там супруга напомнит, а может, мы причастие сделаем? И супругата понякога ми напомня, может, трябва да направим причастие? А для чего его делать? За какво трябва да го правим? Во-первых, мы еще раз показываем. Най-напред показваме още веднъж. Для наших детей в первую очередь. Что важно приходить к Богу в шторм. Че е важно да утидем при Господа в бурята. Потому что Он глава семьи. Защото Той е главата на нашето семейство. И важно следовать в единстве за Богом. И е важно да следваме в единство Господа. Что бывает, если человек долго не делает причастие? Не размышляет. Какво се случваме, когато човек дълго време не се замисля за причастието? То есть причастие это не то, что я говорю, да, вот символа, а именно не размышляет. То есть не прави това причастие като символ, обаче не неси мисли за Него. То есть когда человек не делает это, он забывает о причастности. Когато човек не го выршит, то избравя за това сопричастие. Он перестает размышлять о Божьих делах. То есть переда мисли за Божьи эти дела. Об откровениях. За откровението. То есть чувства, это вот как сенсора, да, если он работает, он чувствует. Това са като сенсори, когато те работят, чувствата. Если он долго не работает, когато долго не работи, происходит корозия. Се слушва корозия. И он уже меньше чувствует. И човека по-малко усеща вече. А потом со временем просто ломаетесь. И поэтому нам важно как простым людям напомнить себе о своем причастие, когда у нас в руках находятся и хлеб, и чаша. Да замислим и за причастие, когато в рецете не имаме чаша и хлеб. И еще интересна одна мысль, которую я хотел бы подумать. И още одна интересна мысль, за която бих искал да си помислим. Почему Иисус взял хлеб и преломил и не какой-нибудь фрукт или овощ, который мог быть рядом? Не, не каков плод или зеленчук, какой-то ему и под рука. Ну почему? За что? У нас в Беларуси картошка хлеб. В Беларуси картофите се смятят за хлеб. Но это другой хлеб. Обаче твой различен хлеб. Здесь тоже мы можем увидеть хлеб с другой стороны. Только срочно можем да разгледам и хлеба у друга страна. Вот давайте подумаем. Нека си помислим. Вот хлеб, да? Это зерно по факту. Это хлеб. Это всущество зерно. Вот если мы придем в гости и насыпем зерна, это будет хлеб? И сипем зерно, това далишьте хлеб? Не совсем. Тесто сырое. Тесто. Хлеб ли? Суровое тесто, дали хлеб. У меня вот один вопрос. Имам вопрос. У нас есть человек, который занимается хлебом. И мы вместе человек, который занимался хлебом. Юрдан, скажи вот, Юрдан, скажи. Мы с тобой уже не договаривались, я знаю. С тобой не все договаривались. Что ты чувствуешь, когда в твоих руках попадает все хлеба ароматный хлеб? И я профессионал. Понятно. Кто ведь, чей профессионалист? Богатство, полнота на животе. Достаток. Ну, я думаю, что для земледельца очень важно, что хлеба, это часть, делай его рук. То есть вершина, результат определенный. И хорошо, когда хлеб этот хороший. Потому что мы, когда приходим в магазин, хлеба много. Има много хлеб. Но кто задумывался о том, как этот хлеб произведен? То есть его подготовили поле. Засеяли. Сеят го. Потом взрастили. После се израстват. Да, там от сырников убирали. Растения примахват. А дождя хмалились. Примахват всичко ненуждо. Молят се за дождь. Потом уборка. След това чистят. Да, надо технику подготовить. Потом нужно смолоть. След това треба да го примолят. А потом нужно найти, кто будет печь. След това треба да мерят человеку да го испечай. И тот не просто спечь. Потому что кто-то может начать печь и спалить. За что-то может не какой да го печей да го изгури. Или наоборот не допечь. Или да го уставили ку суров. То есть нужно знать, как его делать. то есть мы видим, что это очень колоссальная работа над хлебом. И хлеб у большинства людей он каждый день на столе. У нас в деревне была поговорка, ну обычно дедушка, если нет хлеба, ну как бы нет обеда. То есть хлеб всему голова. То есть хлеба на всичку моя глава. Так вот, когда мы принимаем хлеб, и когда мы принимаем хлеб, вспомните, какая цена заплачена за нас. Вспомните, какова цена е платена за нас. Какая жертва была принесена для нашего искупления. Каква жертва е била принесена за наше спасение. Какую работу Бог провел для того, чтобы мы были с Ним. Работа Господа извършил, за да сме с Него. Как Он менял нас. Как не променял. Как Он отшелушил лишнее. Как е примахал всичко излишно. Как Он ожидал нашего взросления. Как е очаквал да пораснем. Чтобы мы стали Его причастники. За да можем да станем Негови съпричастники. С творцами. С творцами. Вы знаете, что Бог не разделяет нас по гендерному типу. Мальчик или девочка, кто там больше достоин. Господь не разделя по гендерен тип, дали себе мышь или жена. По этническому или национальному или по цвету кожи. Каждый человек может быть причастен к Божьему делу. Всякий человек может быть сопричастен к Божьему делу. И самая наша главная задача и наша главная задача это быть рядом с Иисусом Христом. Это быть им до Иисус Христос. Быть хлебом. Да быть им хляб. В Его руках. Во форцетиму. А вот по поводу преломил. И за причупание то. Что такое преломил? Какво значит да причупиш хляб? Я какое-то время думал преломил это сломал. Аз през някакое время си мислих че да причупиш значит да го счупиш. Но на самом деле преломил это вот когда вы берете хлеб испеченный то значит то значит то значит когато взимаш то за изпечен хлеб чуть-чуть надавливаете и он ломает то есть Иисус что сделал с хлебом? Он взял его преломил пречупа и благословил и благословил благословил какие мысли будут почему я это говорю? Какви мысли имам за что го указывам? Каким хлебом мы должны быть в руках Бога? Каков хлеб сказано что он взял сухарь его бил бил ломал То есть мы должны быть податливыми Богом И далее он раздал хлеб ученикам и сказал ешьте его И после этого он сказал это есть дело Мое То есть хлеб не предназначен для того чтобы он просто где-то валялся на пол То есть каждый кто пошел за Иисусом Христом мы не предназначены валяться на пол Не смей предназначен и долежим някоди на рафчету Хлеб это еда которая дает силы А силы для чего? Сили за какво? Чтобы идти и делать и довыршим Каждое утро всяко сутринь Я помню своих родителей в деревне когда были Первая еда это хлеб и теплое молоко и потом они на полдня идут и следва за половину дня идут и работают так самая главная наша задача быть этим хлебом и самое главное добавить к себе еще чашу и быть причастниками Бога на этой земле и тогда не будет внутрь никакого осуждения никакого усыждания потому что мы причастны к Богу мы не будем думать а причастен ли я? так пусть в нашей жизни будет и хлеб нека в живота ни има и хляба и кровь Христа и кровь на Иисус Христос действующая която действа Амин Амин